Хотелось бы представиться. Меня зовут Олег. Мы будем продолжать с нашим вебинаром. Это у нас второй день основного тренинга. Сегодня у нас будет три презентации. Первая презентация будет по приложениям 3CX, мобильным устройствам, Windows клиентам, веб клиентам. Вторая презентация у нас будет по настройкам провайдеров в системе. И третья презентация. Мы рассмотрим настройку настольных телефонов с системой, когда они будут находиться в одной и той же сети. Первые две презентации я продемонстрирую. Сделаю демо на своем компьютере. Последнюю с настройками настольных телефонов нам поможет мой коллега, так как у нас еще частичный локдаун. Лично я работаю сейчас в дому и у меня нет возможности продемонстрировать, так как нет телефонов под рукой. Первая презентация, как сказал, уже будет на тему по приложению 3CX. Давайте начнем. Что такое вообще 3CX приложение и веб клиент? Это программное обеспечение, которое предоставит вам полное решение телефонии с АТС системой, в нашем случае 3CX АТС. Само приложение 3CX многофункциональное, оно заменяет полностью ваш настольный телефон. Более того, есть некоторые функции, которые используются в 3CX клиентах, веб клиенте, мобильном, Windows и так далее, которые будут доступны только здесь, но не на настольных телефонов. В 3CX системе у вас будет возможность на одном добавочном номере регистрировать несколько устройств. Получается, вы можете зарегистрировать настольный телефон, вы можете зарегистрировать приложение мобильное, и вы также всегда можете открыть ваш добавочный номер через веб-браузер, используя 3CX Web Client. Получается, у вас не будет какого-то ограничения по внутренним или внешним звонкам и использованию приложения. Получается, вы можете находиться в одной и той же сети с АТС системой, и быть также в других сетях, и также использовать ваше приложение, и успешно регистрироваться, и пользоваться в общем телефонии. Еще один большой плюс использования веб-клиента – это то, что помимо того, что вы можете напрямую без настольного телефона производить звонки, веб-клиент даст вам возможность использовать ваш настольный телефон и, так сказать, контролировать его именно через протокол USTA. Получается, вы когда включите настольный телефон и на одном и том же добавочном номере, вы откроете ваш веб-клиент, через веб-клиент у вас будет настройка, где вы сможете включить и контролировать именно дистанционно ваш настольный телефон. Предварительные требования перед тем, как использовать клиенты, вам нужно убедиться, что если, скажем, это будет веб-клиент, вы должны будете использовать поддерживаемый браузер. В нашем случае это три браузера – Chrome, Firefox и Edge, кроме которых. Если же это приложение, скажем, если это Windows, тогда Windows 10 минимальная версия и выше Windows сервер также поддерживается. Для мобильных приложений вы должны будете скачать, если это, скажем, у вас Apple устройство, должны будете скачать с Play Store приложение и установить его на iOS-систему версии 13 и выше. Для Android версия должна быть седьмой. Конечно же, мы рекомендуем использовать последние доступные системы. Перед тем, как начать использовать само приложение, вы должны будете его настроить. В нашем случае настройка идет не ручная, имеется в виду, вам не нужно будет никак открывать само приложение и вручную что-то настраивать. Вам нужно будет всего лишь зайти в консоль управления. После того, как вы создали ваш добавочный номер, вам придется отправить приветственное письмо. Приветственное письмо, когда отправляется с АТС, оно будет именно генерировать ваш конфигурационный файл, именно файл автонастройки для приложений. Что будет содержать этот файл? Он будет содержать, конечно же, всю нужную информацию. Если же для веб-клиента будет доступен URL для входа в сам веб-клиент, его логин и пароль. Для мобильных устройств будет доступен QR-код. Получается, вы можете через QR-код просто открыть приложение, просканировать данный QR-код, и ваше приложение мобильно автоматически получит конфигурационный файл. Если вчера помните, мы говорили про порты HTTPS-порт. Именно этот порт будет служить для автоматической настройки. Получается, через порт 5001 приложение сделает запрос на АТС, и АТС ответит через именно зашифрованный канал HTTPS. И после того, как приложение получит конфигурационный файл, оно автонастроится. Также в приветственном письме будет содержаться сам файл как приложение, он же 3CX-конфиг файл, вот так у него расширение такое, 3CX-конфиг, и вы можете всегда открыть его именно с приложением 3CX. В веб-клиенте, как только вы войдете в клиент, у вас откроется интерфейс на скриншоте, вы видите. Где вы можете мониторить статусы присутствия ваших коллег. Зеленый цвет будет показывать, что пользователь зарегистрирован и свободен, доступен. Серый цвет, если вы выбрали его, он будет показывать, что пользователь ест на АТС, но он не зарегистрирован. Другие цвета, допустим, красный или желтый, это будет зависеть также от статуса присутствия, если пользователь, скажем, разговаривает с кем-то или же заняты и так далее. Если его кто-то звонит, у него будет другой красный цвет. В общем, статусы присутствия ваших коллег будут доступны. Так, я вижу вопрос. Денис, QR-код будет ссылаться на внутренний адрес сервера или внешний? QR-код именно с приветственного письма будет через FQDN. Если же мы к этому дойдем, Денис, будет момент, когда вы прямо через консоль управления и прямо же через веб-клиент сможете открыть настройку, чтобы сгенерировался для вас QR-код прямо через клиента. Здесь уже будет зависеть от вашего URL. Мы сейчас к этому еще дойдем. Говоря про веб-клиент и его функциональность, получается, в первую очередь веб-клиент даст вам возможность принимать звонки и также производить вызовы. Вы также можете через приложение 3CX, скажем, мобильное приложение или же веб-клиент, производить видеозвонки, используя технологию WebRTC. Далее можно будет помещать вызовы на удержание, как видите на скриншоте, hold. Вы можете переводить звонки, создавать конференции, вызовы также могут быть прямые и от трансфер сопровождаемый звонок. Такие функции доступны веб-клиенте. Как я уже сказал, в самом веб-клиенте вы увидите статусы ваших коллег и в Switchboard у вас будет возможность мониторить, кто с кем разговаривает. Конечно же, это будет зависеть от прав добавочного номера как вашего веб-клиента, так и других ваших коллег. В общем, все это можно будет настраивать. Более того, обратите внимание, что в веб-клиенте у вас будет возможность делать конференции прямо отсюда, добавлять некоторых коллег как favorites, как в закладке, производить групповой чат, чат между несколькими пользователями. Говоря про чат, в чате вы можете передавать в том числе файлы и, конечно же, использовать иконки, в общем, передавать иконки. Так, далее. Веб-клиент даст вам возможность, так как он использует в браузер ваш, в настройках браузера, вы сможете настраивать, чтобы приходили у вас уведомления, да, если, скажем, у вас открыто много окон и вы находитесь, скажем, в одном и другом окне, не в веб-клиенте. И когда приходит звонок входящий, чтобы сам Windows, да, у вас отправлял вообще такое уведомление в нотификациях. Это, конечно, нужно будет вам настроить в самом браузере, чтобы он разрешил вам получать нотификации. Конечно же, используя новый плагин, который вы можете скачать для вашего браузера, у вас будет уже веб-клиент, да, через сам плагин, и вы можете даже закрыть полностью ваш веб-браузер, и все равно приложение будет у вас получать вызовы. В настройках веб-клиентов вы сможете настраивать BLF. Не все будут пользоваться только веб-клиентом, и у некоторых пользователей будут настольные телефоны. Так вот, если вам необходимо настроить или изменить, скажем, уже существующие настройки BLF-клавиш, вы можете это сделать прямо в веб-клиенте. Вам не нужно будет заходить на консоль управления АТС. Вы просто можете зайти в сам веб-клиент, BLF-сеттингс, и выбрать настройку или изменить одну из настройок, которые уже имеются для BLF. Конечно же, для того, чтобы настройки вступили в силу, вам нужно будет телефон автоматически перенастроить. Телефоны обычно перенастраиваются через 24 часа, с момента, когда была последняя регистрация, или же принудительно это можно делать через консоль управления администратору, ну или же с рабочего места просто перезагружаете ваш телефон, чтобы получили новые настройки, чтобы телефон перенастроился. В принципе, мы об этом сказали. Для Windows вы скачете само приложение с сайта и устанавливаете его на ваш ПК. Для смартфонов в App Store или Play Store в поиске вбиваете 3CX клиент и скачиваете его как приложение. Пару слов еще про автонастройку. В принципе, я уже сказал, добавим. Это предварительная конфигурация. Конечно же, она ускорит именно работу вашу как администратора и не даст пользователю произвести ошибку при вводе неправильных конфигураций. Получается, для каждого вендора, если это идет речь о настольном телефоне, у каждого вендора будет свой индивидуальный синтакс. В момент настройки, следовательно, все настройки вы можете производить напрямую через консоль управления и настраивать ваш телефон. Так, приветствуемое письмо. Об этом мы тоже уже сказали, что вы получите конфигурационный файл. Так он будет выглядеть в почте, если вы его скачаете на Windows и у вас уже был установлен 3CX клиент в Windows. У вас даже иконка распознается системой, и вы сможете несколькими кликами нажать на файл, и ваше приложение автоматически настроится. Получается, данный конфиг, он как своего рода XML файл с нужными настройками для вашего клиента. Здесь хотелось бы добавить по самому конфигурационному файлу. Так как файл отправляется через SMTP сервер, и получается уже на вашу почту, которую вы используете, просто бывают случаи, когда почта, именно настройки вашего почтового сервера иногда сканирует входящие файлы, все, что к нему прилагается, убедитесь, что это никак не происходит, и вы успешно получаете данный файл. Получается, если этого файла в приложенном письме нет, значит ваш сервер сканировал, возможно, этот файл и просто его не допустил до вашего почтового ящика. QR. QR вы можете получить, как уже сказали, через приветственное письмо. Вы можете также открыть веб-клиент, и QR-код будет доступен в консоли управления. В приветственном письме, когда получается QR-код, открываете приложение, настройку, и включаете настройку меню, выбираете меню, сканировать QR-код. Далее наводите на экран, и приложение должно получить конфигурацию. Когда речь идет уже по веб-клиенту или через консоль управления, в принципе, настройка идентичная, вы зайдете в веб-клиент, меню пользователя, в правом верхнем углу просканировать QR-код. Но здесь вы должны убедиться, что ссылка, куда вы будете заходить на ваш веб-клиент, должна быть с FQDN, и получается, на FQDN должны быть проброшены порты именно на ваш сервер. Получается, если вы открыли, допустим, находитесь в локальной сети, вы открыли веб-клиент, сфотографировали этот QR-код, отправили кому-то его, и так как ваш браузер был через IP-адрес, в общем, когда произойдет QR-код сканирования, у вас в этом QR-коде будет ссылка через локальный IP-адрес, и как результат, телефон не получит конфигурацию. Ссылка должна быть с HTTPS, и портом получается HTTPS-портом, и желательно FQDN. В консоль управления такая же настройка, в основном окне, как только создается добавочный номер, у вас будет сгенерирована ссылка. Имейте в виду, что настройки должны быть в первую очередь сохранены. Получается, если вы только создали ваш добавочный номер и пытаетесь сканировать код, возможно, данная настройка не сработает. Вы должны нажать ОК, чтобы все настройки сохранились, и уже после этого вы сможете открыть заново ваш добавочный номер и просканировать QR-код с экрана. После того, как QR-код был отсканирован, ваше приложение должно открыться в верхнем правом углу. Вы должны увидеть зеленый цвет, именно статус вашего профайла. Вы всегда можете кликнуть, кстати, на этот статус профайла, и в каждом статусе могут быть отдельные настройки вашего пользователя. Пару слов по мобильному приложению. 3SX клиент всегда будет иметь двойное местоположение. Получается, в локальной сети, внешней, если у вас АТС находится за НАТ, у вас, конечно же, в настройке будут первая настройка это локальный IP-адрес, вторая настройка FQDN. Когда включается клиент, клиент автоматически будет отправлять запросы на эти два адреса. Получается, отправляется запрос на локальный адрес, если же FQDN идет запрос DNS, DNS отвечает с внешним IP-адресом, и идет запрос уже на внешний адрес. И на какой адрес приложение успеет в первую очередь зарегистрироваться, именно через с тем адресом у вас будет соединение, именно регистрация. Здесь, конечно же, нужно убедиться, что если вы находитесь, скажем, в одной и той же сети, и вы хотите регистрироваться только локально, убедитесь, что у вас тоже есть внутренний DNS сервер, который будет на локальный, на FQDN направлять на локальный IP-адрес сервера. Так, ну про туннель мы уже говорили, туннель будет использовать порт 5090 с протоколами TCP-UDP, они необходимы, чтобы вы их пробросили на вашем firewall, и необходимо также проброс порта 5001, так как этот порт будет для автонастройки, и для получения статуса в присутствии ваших коллег. Мобильное приложение может работать как и на Wi-Fi, и так с GSM 3G, 4G LTE, да, именно с вашим телефоном. Самый большой плюс использования мобильных приложений это то, что в них есть Push. Push, конечно же, даст вам возможность не регистрировать, да, не открывать ваше приложение в главном окне, да, получается, сохранить вашу батарею, и как будет работать Push, получается, ваш телефон может быть полностью закрытый, да, экран и приложения все могут быть закрыты, когда придет звонок именно на ваш добавочный номер, так как добавочный номер уже был зарегистрирован с мобильным приложением, АТС будет знать, что телефон подключился, допустим, к серверам iOS или Android сервера, Google сервера, да, и получается, у вас будет подключение АТС между Google сервером, и Push запрос будет идти напрямую на Google сервер, далее, допустим, если это Android, Google сервер будет отправлять именно Push сообщения на ваш телефон, как только телефон получит сообщение Push, он проснется, операционная система поставит приложение на передний экран, да, и вы сможете ответить на звонок, получается, все входящие в звонки будут идти у вас через Push, даже если приложение у вас закрыто или открыто, всегда звонки будут идти через Push, как для iOS, так и для Android клиентов. При необходимости, скажем, вы находитесь в офисе, да, и в вашем добавочном номере у вас есть настольный телефон, веб-клиент, и вы не хотите получать, скажем, сообщения, вызовы, да, на ваш мобильный телефон, да, чтобы он не звенел, у вас есть две возможности, первая возможность это отключать Push, отключать саму регистрацию, сам аккаунт, да, вашего приложения, или же отключать Push. Как отключить Push? Если в правом верхнем углу мы говорили про профайлы, да, в зависимости от профайла вы зайдете, скажем, если зашли в Available Profile, открываете настройку, в самом низу у вас будет принимать Push-нотификацию, да, если эта настройка отключается в приложении, а ТЭС будет знать, что телефону отправлять Push-уведомления не нужно, в общем, и когда придет звонок, Push-уведомления уже отправляться не будут, хотя приложение будет зарегистрировано у вас. Данная настройка также будет доступна с веб-клиента и с консоли управления ТЭС. Мы сейчас покажем эти настройки. Коллеги, есть вопросы по теории? Пожалуйста, пока что открою свою консоль и зарегистрируем. Несколько телефонов. Так, ну для начала давайте мы создадим нового пользователя. 3CXTest 1. Давайте я, кстати, отправлю первый пользователь, пусть у меня будет для Windows. Нажимаем ОК. Давайте теперь получим наше приветственное письмо. Так, вот в приветственном письме мы видим, кстати, информацию о QR-код, мы видим также информацию для нашего входа в веб-клиент, ссылочка, то, что я говорил. Мы видим его логин и видим пароль. В первую очередь, давайте я зарегистрирую через Windows клиент приложение, скачаем конфигурационный файл. Мы видим, кстати, файл у нас распознался, Windows файл для клиента. Теперь, если мы откроем приложение, я закликну на файл, у нас должен автоматически настроиться наш клиент. Так это произошло, вот мы видим, настройка у нас стала доступна, мы видим, что у меня есть несколько клиентов. Мой добавочный номер 112. Теперь в конце управления, в телефонах я вижу, что у меня есть два добавочных номера. Почему два добавочных номера? Потому что моя ТЭЗ находится в облаке и телефон у меня будет зарегистрирован через туннель, через его входящий туннель. Кстати, мы говорили про двойное местоположение, вот если мы зайдем в настройки аккаунта, в настройках аккаунта, видите, у вас есть две локации, in-office и out-of-office. Первое у вас локальный адрес, второе FQDN. Откуда эта информация берется? В настройках добавочного номера, настройка самого телефона, у вас вот эти два интерфейса. Если вы не хотите, чтобы у вас был локальный адрес, вы можете всегда выбрать второе, получается, у вас будет FQDN везде указываться. Я эту настройку оставляю, получается, клиент попытался зарегистрироваться, через IP локальный, так как в сети у меня нет АТС, этот IP адрес не маршрутизируется, да, и регистрация уже идет через внешний IP адрес и через туннель. На туннель 5090, здесь будет пароль именно АТС туннеля. Кстати, обратите внимание, здесь включена настройка Reprovision on Startup, что значит мой клиент в Windows клиент будет каждый раз при включении брать новую настройку с консоли управления. Получается, если я приезжу мой клиент, выйду и в него зайду, последняя настройка с консоли управления будет автоматически принята. Все эти настройки, конечно же, доступны в консоли управления. Так, вот она одна из них. Обновить конфигурационный файл при включении. Так, касаемо настройки в Windows клиент это все. Теперь, что можно будет сделать для теста, чтобы убедиться, что проходит звук. Мы видим, что презенты получаются, значит, порт 5001 у нас работает. Как бы с моей сети я вот уже заходу в консоль управления, так и должно быть. В консоли у нас есть системные номера и в системных номерах у вас, видите, есть два номера для эхотеста. Получается, если я зайду и наберу, допустим, три семерки. Тест автоматический. Так, идет, в общем, эхотест, следовательно, можно сразу протестировать звук. Коллеги, пожалуйста, вопросы по Windows клиенту. Спасибо. Фоновая картинка, как я понимаю, это то, что вы видите сейчас у меня на экране. эта настройка будет Themes. Заходите в Themes, вы можете изменить цвет и дальше ввести кастумный имидж. Кстати, обратите внимание, кастумный имидж использует пиксели 270, 180. Далее выбираете сам файл и загружаете его внутри. Кстати, в клиенте также вы сможете изменить язык. Допустим, выведем русский. При перезагрузке он у нас примет настройки. Давайте мы его перезагрузим. В принципе, все. Так, если теперь мы зайдем в настройку панель оператора, у вас появится такой интересный режим для сотрудника, где вы видите ваших коллег, для секретаря. Здесь можно будет мониторить входящие звонки. В принципе, если я сейчас позвоню на тест номер, можно будет увидеть, с кем я разговариваю. менеджер организации. Получается, если у вас есть очереди в системе, вы можете мониторить здесь ваши очереди. Ну и, конечно же, панель оператора. Удобная панель, где, кстати, она применяется только для очередей. Время разговора, отвеченные, упущенные вызовы и так далее. Конечно же, здесь вы можете настроить, какие очереди будут включены, так как пока что данный пользователь не входит ни в очередь, из-за этого никакой статистики здесь нет. В настройках самого клиента, в настройках панели оператора вы можете отображать названия групп, если они у вас есть, много разных групп, и также отображать отключенных пользователей. Вот смотрите, если я сейчас включу отключенных пользователей, здесь все пользователи, которые на моей адрес должны отобразиться. у меня есть разные пользователи, которые не зарегистрированы, просто я создавал добавочные номера, и вот они стали доступны. Так как в принципе они мне не нужны, чтобы отображались, я их отключаю. По умолчанию они у вас будут отключены. Коллеги, идем дальше, давайте теперь откроем наш веб-клиент и сделаем пару тестов. Создадим второй добавочный номер. Кстати, давайте второй добавочный номер сделаем андроид-клиентом, и я предлагаю кому-нибудь из вас зарегистрироваться, просто отсканировать QR-код. Так, 3CX Mobile Client. Одну минутку и открою сейчас еще раз этот добавочный номер 113. Пожалуйста, отсканируйте QR-код, у кого уже установлено 3CX приложение для небольшого теста. Если отсканируете, пожалуйста, отпишите в чате, чтобы мы смогли продолжить и сделать небольшой тест. Отлично, Денис, спасибо. Так, 113, вот мы видим пользователь в консоли, что он зарегистрированный. Теперь, если открою мой Windows клиент, мы видим, что стал доступен еще один добавочный номер. Ну, давайте сделаем небольшой тест. Денис, пожалуйста, позвоните на мой внутренний номер 112. Кстати, в консоли управления мы можем увидеть звонок. Делал небольшой тест. Здрасте. Как слышно? Не слышно? Тут, может, что несколько микрофонов. Так, ну, спасибо большое за тест. Как видим, тест прошел успешно. Теперь, Денис, я позвоню вам. Но перед тем, как я вам позвоню, давайте мы позвоним, чтобы посмотреть, есть ли идет пуш на ваше приложение. Есть, отлично. Давайте еще сделаем небольшой тест. Вот в вашем приложении, в правом верхнем углу, где есть статус присутствия, зеленый этот статус отображается у вас, в этой настройке вы можете допустим включить статус в доступном, ну, просто зайдите в настройку именно Available Status и в самом нижнем углу отключить push уведомления. Там будет галочка, вам просто нужно будет ее убрать. Как вы ее уберете, Денис, пожалуйста, отпишите в чате, чтобы мы смогли сделать еще один тест и посмотреть. Не нашли. Так, смотрите, в правом верхнем углу у вас есть зеленая кнопочка, да, вот именно статуса. Когда вы ее нажимаете, у вас появляется меню статус Available, Away и так далее, да. Так как у вас сейчас статус зеленый, это доступен, вы должны сбоку его модифицировать, видите, там журнал нарисован с ручкой, если вы нажмете на него, у вас появится меню получается вашего профайла, есть, да. Теперь в самом низу, когда вы выбрали именно статус Available, в правом нижнем углу, когда есть нотификации Push, галочка включена, да, отключите эту галочку просто, да, она была выключена у вас, интересно, давайте мы посмотрим, зайдем в добавочный номер 113, правило переадресации, статус доступен, ну, Push у вас должен был быть включен, вот если вы его сейчас отключите, Push уведомления, да, на клиенте на вашем, оно должно также обновить прямо в консоли управления, отключили, да, давайте теперь открою консоль и мы посмотрим, видите, эта настройка отключена, теперь смотрите, если я вам позвоню, ваш клиент не получит уведомления, не звенит, он не включается, в общем, так это все работает, имейте это ввиду, да, чтобы его включить, тем же способом вы его включаете, или же через консоль, я как администратор могу это сделать для вас, так, идем дальше, настраиваем теперь наш клиент, давайте откроем веб-клиент, создадим тест 3CX Web и получим приветственное письмо на мой веб-клиент, а, кстати, у меня тут уже был один клиент, да, ну, ничего страшного, так, 114, давайте мы, кстати, откроем его на том же приложении, что и мой Windows клиент, 112, открываем ссылочку, мы видим, она наш переадресовывает сразу на веб-клиент, так, у меня здесь другой добавочный номер, я выйду, и зайду теперь веб-клиент, который именно интересует сейчас этот добавочный номер, 212, вход, как только мы вошли в веб-клиент, вы видите, да, что появляется QR-код, его можно отсканировать, использовать веб-клиент, давайте мы его закроем, так как мы уже его отсканировали, так, теперь зайдем в настройки и поставим русский язык, чтобы было понятно для всех, получается веб-клиент, да, теперь нам отображает статус и присутствие пользователей, в верхнем углу, да, когда мы говорили про контроль настольного телефона через веб-клиент, да, его можно сделать вот прямо здесь, как это сделать, нажимаете на клавишу веб-клиент, теперь вы видите, да, что можно контролировать мой смартфон или же мое приложение для Windows, если я выберу для Windows, теперь смотрите, если я включу Windows, и допустим мы сделаем небольшой тест, скажем, позвоним нашему коллеге Денису, на добавоч номер 113, делаем тест, видите, теперь настольный телефон контролирует мое Windows-приложение, спасибо, Денис, извиняемся, если вас беспокою, и получается звук у нас шел через приложение от Windows, если здесь у нас был бы телефон, настольный телефон, звук бы у нас шел не через веб-браузер, а через приложение, теперь, допустим, мы посмотрим, можем сделать отдельный вызов, да, уже на другое приложение, скажем, на мобильное приложение, у меня был добавочный номер 100, зарегистрированный на моем клиенте, давайте позвоним на добавочный номер 100, отвечаем на звонок, мы видим, что вызов идет отдельно, не через Windows клиент, а через веб-браузер, кстати, в Windows клиенте можно мониторить, кто с кем разговаривает, точно так же, как же в панели оператора будет доступно для звонков, самый простой тест, кстати, давайте мы позвоним обратно на этого пользователя, обратите внимание, вызов идет сразу на два добавочного номера, так как у нас на одном и том же добавочном номере зарегистрированы два клиента Windows и веб-клиент, из этого мы получали два звонка одновременно, конечно же, я могу отключить мой клиент для Windows и теперь принимать звонки только на мой веб-клиент, в принципе все, идет звонок, мы говорили про нотификации в браузере, так, давайте посмотрим, где они настраиваются, да, нотификации самого браузера, у нас пишется, что они разрешены, allowed, и теперь давайте посмотрим, если мы позвоним на добавоч номер 1, 1, находясь в другом лабе, мы видим, что у вас приходит вызов нотификациях самой ОС, теперь веб-браузер дает вам возможность установить также расширение, через которое вы можете контролировать получается тот же веб-клиент, тот же веб-клиент, только с другим немножко интерфейсом, да, более похожим на ваш Windows, давайте мы это сделаем, установим расширение для браузера, оно у меня уже установлено, просто его нужно будет включить, так, мы его включили, теперь давайте посмотрим, как оно у нас будет выглядеть, смотрите, вот включился наш браузер, наше расширение для браузера, и вот мы видим клиент, который похож очень на наш Windows клиент, и теперь мы можем закрыть все окна нашего браузера, и если я позвоню на добавочный номер 00, смотрите, что произойдет сейчас, откроется приложение, и приходит звонок, в принципе, веб-клиент с плагином дает вам возможность, как и стандартный веб-клиент, переводить звонок, запись производить, видеозвонки и так далее, ну, наверное, мы не сказали про самый большой плюс использования веб-клиентом, допустим, с тем же устольным телефоном, это поиск контактов, если у вас очень много контактов кооперативных, которые находятся в самой АТС, которые вы, скажем, сохранили в системе, дополнительно контакты, вы ввели сюда все ваши контакты, они у вас будут отображаться в ваших клиентах, более того, у вас могут быть на каждого клиента, на каждый добавочный номер персональные контакты, это контакты, которые не будут находиться на АТС, именно отображаться для всех, а личные контакты для добавочного номера, вы можете их загрузить или ввести, создать именно отдельно для добавочного номера, ну давайте мы сделаем тест, допустим, 3CX Web Client и создадим, допустим, номер 1, 2, 3, 4, 5, когда мы его сохраним, мы видим, что это у нас персональный контакт, и он у нас будет сохранен только в нашей книге, теперь если мы зайдем в консоль управления, вот мы видим, что здесь контакт у нас не отображается, но когда мы создадим новый контакт, наш веб-клиент получит информацию именно отсюда, также обратите внимание, что удалить контакты, которые находятся в корпоративной книге, вы не можете, вы можете удалить только свой личный контакт, про QR-код, мы говорили тоже, что он будет у вас доступен прямо в консоль управления, настройка QR-кодом, вы можете его сканировать, и установить само расширение для веб-браузера, также будет доступно в настройке, в принципе, все, все, что касалось веб-клиентов, мобильных приложений и Windows, тема раскрыта, конечно же, можно углубляться здесь по настройкам, но это не входит в презентацию, и так много что от себя сказали, коллеги, пожалуйста, есть вопросы какие-то, или мы будем идти дальше и рассматривать настройку с провайдерами, комментарий нет, идем дальше, следующая наша презентация будет по настройку C-провайдеров, перед тем, как начать, хотелось бы сказать пару слов, что ваш Firewall Checker должен быть пройден, мы об этом говорили, еще раз повторяемся, перед тем, как зарегистрировать ваш транк, чтобы не было, конечно же, у вас проблем с аудио, поддерживаемые СИП-транки, которые тестировались в 3CX, доступны по ссылке, которую вы видите, 3CX.com партнерс СИП-транки, все транки, которые указаны здесь, они тестировались, следовательно, любые проблемы с данными транками можете обращаться в техподдержку 3CX. Мы поговорим про поддерживаемые транки и дженерик-операторы, поддерживаемые транки, это те транки, которые, получается, у вас будет готовый шаблон для оператора, который поддерживает, этот шаблон уже был создан разработчиками, протестирован совместно с провайдером на совместимость и гарантирует корректную работу с функциональностью 3CX. Если же провайдер, который вы хотите использовать, недоступен в этом листе, это не значит, что он работать не будет, но это значит, что данный провайдер просто не тестировался, мы не знаем, какие заголовки в шаблонах нужно будет указывать, как бы есть некоторые шаблоны дженерик, скажем, для Asterisk АТС, для стандартных войпровайдеров, это из опыта нашей команды, да, и ребята уже для вас как бы создали уже готовые шаблоны, детально по корректировке и настройке вы должны будете разобраться, где что указать. Я вчера скидывал файл по полезным ссылкам на нашем сайте, в том файле есть несколько моментов, где вы можете увидеть, как работает регистрация 3CX, как 3CX будет определять звонок и далее его обрабатывать, получается, все это нужно будет учитывать, если настраиваете сторонних операторов, которые не тестировались, да, скажем, могут быть у вас операторы, которые регистрируются, могут быть операторы, которые работают через IP-адрес напрямую, АТС, разные, в общем, провайдеры, да, будут по-разному определять их звонки и уже делать маршрутизацию. Говоря про поддерживаемый транк, если транк у вас поддерживается, да, он входил в тот лист, это не обязательно, что совмещалось тестирование, да, с кодеком Т38 с получением факса, да, получается, вам нужно будет уточнять у провайдера, если провайдер поддерживает, скажем, Т38 факс и далее уже настраивается системой. Что такое вообще СИП-транк? Конечно же, СИП-транк дает вам возможность подключиться к тому провайдеру, которого вы хотите получить этот транк. Далее этот провайдер будет иметь доступ к общей сети телефонного, телефонии, да, подключаться, так сказать, ко всему миру уже, да, и используя эти услуги вы можете звонить в любые страны, да, или уже учитывать то ограничение, которое предоставляет ваш сам провайдер. Большой плюс использования СИП-транков это то, что вам нужно будет всего лишь иметь доступ в интернет. Получается, все звонки будут идти через интернет, через IP-технологию. Как мы уже говорили, регистрация, провайдеры могут быть на основе регистрации, следовательно, ваш провайдер предоставить вам логин и пароль, который вы введете в вашу ОТС. Многие провайдеры не предоставляют никакого дополнительного оборудования, да, некоторые это делают, ну, здесь уже нужно будет учитывать настройки того провайдера, который предоставляет вам это оборудование. Если же нет, да, пожалуйста, подключайте транк, добавляйте его в настройки и регистрируйте. Далее, вся маршрутизация звонков будет доступна визуально с консоли управления, и вы можете это все наставить. Мы об этом еще будем говорить в течение всех наших презентаций. Получается, как только вы добавили провайдер, у вас будет возможность делать исходящие звонки по местным тарифам от того провайдера, который вы используете, или же получать звонки на ваш транк, да, именно, который вы настроили, следовательно, вы можете находиться в любом месте, да, и получать вызов на ваше 3CX-приложение. Главное, чтобы вызов пришел в транк и далее уже маршрутизировался. Как добавлять провайдера? В 3CX-системе очень просто. Заходите в консоль управления, SIP-транки, нажимаете добавить SIP-транк к кнопку и выбираете страну, следовательно, если в вашей стране именно есть поддерживаемый транк. Выбирается данный транк, указывается основной номер, да, и далее уже будет идти маршрутизация. Говоря про основной номер, который вы указываете в транке, вы должны иметь в виду, что этот номер, основной номер, будет выступать в качестве, по-английски назовем его catch all number, по-русски не знаю, как его перевести, скажем, пусть будет номер-ловушка. Получается, если у вас есть более одного номера, который вам предоставил СИП-транк, у вас предоставлен номер 1, 2, 3, 4, 5, это первый номер, ваш провайдер предоставил, второй номер у вас там, 2, 3, 4, 5, и третий номер. Получается, вы добавили все эти номера в вашу консоль управления, да, на ваш транк, и далее вы, может, создали маршрутизацию, а может и не создали еще, да, получается, все звонки, которые будут поступать на любой из этих номеров, скажем, вызов пришел на номер 2, 3, 4, 5, 6, правило еще не было создано для номера 2, 3, 4, 5, 6, что произойдет? Вызов будет переадресован на основной номер транка, да, вот именно на номер, который вы указали здесь. Если же ваш провайдер, скажем, у вас пришел вызов, да, на ваш провайдер, вы указали номер 2, 3, 4, 5, 6, звонящий звонит на номер 2, 3, 4, 5, 6, ну, ваш провайдер отправляет номер в формате, скажем, 2, 0, или там плюс спереди, а в вашем случае номер был создан 2, 3, 4, 5, 6, да, что произойдет? Так как номер был указан неверно и совпадение не происходит на АТС, АТС в этот момент снова же будет использовать основной номер транка и переадресовать вызов до него. Как происходит маршрутизация? Маршрутизация, получается, как только совпало правило на транке, вызов будет маршрутизироваться. Вы можете его маршрутизировать на добавочный номер одного из пользователя, активного пользователя, да, локального пользователя системы. Это также может быть системный добавочный номер. Про системные добавочные номера еще будем говорить, ну, вкратце, допустим, номер очереди, да, это системный номер, номер голосового меню, также номер, голосовая почта и так далее, да. Вы можете также переадресовать вызов на внешний номер, например, Пришел вызов, делайте переадресацию на внешний номер. Вы можете также отправить звонок, входящий на факс-сервер. Далее уже факс-сервер конвертирует это в файл PDF и вышит вам на почту. Ну и, конечно же, вызов может быть отправлен в голосовое приложение. Голосовое приложение 3Sex есть CallFlow Designer. Это среда разработки, получается. Мы его на презентациях не рассматриваем. Отдельный проект. Получается, здесь можно будет в CallFlow Designer. Вы можете обрабатывать уже звонок по базе данных и так далее. И как только вызов пришел в систему, получается, вы можете его направить в это приложение, в голосовое, где уже будет идти обработка. Как будет срабатывать входящее правило? Она будет срабатывать в зависимости от времени дня. Получается, вы можете настроить время, когда у вас работает компания, и как звонки будут маршрутизироваться. Ну и, конечно же, также переадресация будет зависеть от праздника в системе. Если у вас есть праздники, вы хотите получать вызовы, это все должно учитываться. Как добавлять D-AID номера? Мы сказали, что в основном окне, когда только добавляется TRAN, вы указываете на основной номер. Далее вы будете указывать ваши D-AID номера, которые предоставил вам провайдер. Заходите в тип TRAN, ваш TRAN выбираете, и далее в окне D-AID вы будете добавлять номера. Как мы уже сказали, номер может быть введен детально полностью, например, с плюсом, с двумя нулями и так далее. Вы также можете добавлять номер, что мы рекомендуем, со звездочкой. Звездочка и оставшиеся 6 цифр вашего номера. Для чего это нужно? На случай, если провайдер отправит вам номер в формате не том, как вы ввели, чтобы правило у вас сработало, получается, звездочка будет служить у вас маской. Получается, любой номер, который будет заканчиваться с 2, 3, 4, 5, 6, 7. И, следовательно, правило уже сработает тогда точно. Главное, чтобы оно дошло до вашего TRAN, и уже TRAN увидит, что есть такой D-AID в поле 2, и направит его на нужный маршрут. Из-за этого, когда вы добавляете D-AID номера, вводите их через звездочку и последние 6 цифр. Так, используйте звездочку для маски, но не для главного номера TRAN. Главный номер TRAN это тот, который ввели, как бы, всегда вызовы на него будут падать, если не срабатывают правила. А еще, когда вы добавляете номера, не вводите никакие пробелы, да, просто добавляется номер, без скобок и так далее. По входящим правилам, когда вы, получается, создали уже TRAN, и у вас есть несколько D-AID номеров, вы хотите для каждого D-AID создать отдельную маршрутизацию. Как это сделать? Заходите во входящие правила и создавайте новое правило. В новом правиле у вас будет в окне, кстати, у вас будет два правила, это стандартное правило D-AID и C-AID. Пока что мы рассматриваем правило на основе D-AID. Это правило, когда АТС будет смотреть в поле TO, да, когда приходит звонок от звонящего. В СИПе, в доголовках указывается поле FROM, TO и так далее, да. Вот в этот момент, когда идет речь о D-AID правилах, АТС будет смотреть в поле TO и смотреть, куда идет именно звонок. Далее выбирается этот номер, как мы сказали уже, с астеристом вы указываете, и последние шесть цифр. Выбирается ваш D-AID, указывается название. Название, которое в правиле, которое вы укажете, оно у вас будет отображаться на вашем настольном телефоне, да, или же в вашем веб-клиенте. Далее будет идти переадресация, куда вы хотите переадресовать звонок, в рабочие часы и в нерабочие часы. Здесь в настройках также вы можете установить специальные рабочие часы для транка, скажем, если у вас есть общие часы, вы хотите, чтобы отдельный транк, допустим, этот номер имел там отдельные часы. В общем, пожалуйста, вводите их здесь. Допустим, у вас транк предоставляет вам номера и локальные номера в вашей стране, и вы, может, у него купили, может, другой номер другой страны, да. В общем, для другой страны, возможно, у вас будут другие рабочие часы, вы всегда можете это отдельно настроить. Поэтому у нас будет отдельная презентация, мы будем детально это разбирать. Также, если в вашей системе устроены праздники, вы можете учитывать, будет ли это правило обрабатываться с праздником. Если же да, надо включать эту галочку, чтобы проигрывалось праздничное сообщение. Исходящие правила дадут вам возможность производить звонок с АТ-системы уже на номер, который вы укажете через ваш тракт. Здесь нужно будет выбрать маршрут в самом правиле, когда вы создадите, указать номер, куда звонить, скажем, номер префикса, указать, какие пользователи могут звонить. Следовательно, вы можете ограничивать по внутренним номерам, можете ограничивать по целым группам добавочных номеров. Если вы создали отдельные отделы и распределили это все в системе, можно это указывать. И также всегда можно будет указать цель безопасности, еще один уровень безопасности, вы можете указать длину номера вашего, куда будет идти вызов. Вот так будет выглядеть входящее правило, как его создавать, консоль управления, исходящие правила, добавить, выбираются цифры от 0 до 9, также можно указывать плюс. Вы можете указать, конечно же, детальный префикс, чтобы он срабатывал, если у вас будет много разных правил. Ну, в принципе, даже можно будет, так сказать, через запятую прописывать несколько цифр для префиксов. По исходящим правилам и по входящим у нас будут отдельные презентации, тоже наша третья неделя, где мы детально будем все это разбирать и рассматривать все возможные, все доступные настройки в системе, да, и что нужно знать. Вкратце, да, вот, префикс, создаете префикс, если есть необходимость ограничивать по добавочным номерам, длину номера, да, и группы. В исходящих правилах в этом же правиле внизу вы выберете маршрут, у вас 5 маршрутов, вы укажете, куда будет идти вызов, когда идет набор номера. Конечно же, вызов можно будет ограничивать, но если вы создадите правило именно для звонка, да, вы можете указать, скажем, выбрать ваш тип транк. Далее можно будет указать правили, если необходимо удалить какие-то цифры. Здесь указывается от 0 до 9, получается, сколько цифр нужно будет удалить с номера, с первой цифры, да, и далее вы можете всегда, конечно же, добавить. Стала доступна новая настройка с предыдущего сервис пака, когда вы можете на уровне исходящего правила указать номер, который будет отображаться, если вызов идет через первый маршрут, скажем. Если у вас наступлено несколько маршрутов, да, их у нас 5, при неответе через 32 секунды вызов будет идти на второй маршрут. Если же у вас, скажем, транк не зарегистрированный и так далее, или же получится один из кодов, кстати, в ссылке, который я предоставил вчера, также описывается момент, какие коды АТС будет обрабатывать. И в некоторых из кодов при определенном ответе от провайдера, да, если, скажем, он занятый, может, у вас шлюз какой-то он отвечает, тоже занятый, может, это даже в течение секунды, да, происходить и маршрут будет другим уже. Так, номера экстренных служб, также важный момент. Номера экстренных служб настраиваются отдельно, они не настраиваются у нас в исходящих правилах. Экстренные службы вы должны будете зайти в настройки АТС, настройки в параметрах АТС и там уже именно настроить номера экстренных служб. Здесь вы укажете название экстренной службы, выберите его конкретный номер, детальный номер, куда будут идти звонки. И если есть необходимость, вы можете также указать, какие пользователи только могут звонить на номер экстренной службы. Если вы хотите указать все, допустим, всех пользователей, вы можете выбрать их группы и далее указывать маршрут, через какой маршрут будет идти вызов, да, на номер экстренной службы. Получается, номер экстренной службы в стандартных исходящих правилах у вас отображаться не будет. Кто-то может спросить, какая разница, почему нам не создать исходящее правило для номера экстренной службы. Разница есть, я бы хотел это продемонстрировать, показать в настройках, как АТС будет обрабатывать вызов. Когда мы сейчас дойдем до демо, покажем настройки уже. АТС дает вам возможность отображать номер, когда вы звоните, скажем, на ваш провайдер. Вы можете использовать один номер для всех внешних, которые будут отображаться, или же вы можете указать для каждого пользователя в системе отдельный номер. Получается, для всех номеров, для всех ваших внутренних номеров, чтобы отображался стандартный номер, что вам нужно будет сделать, это просто указать в настройках вашего транка тот Color ID, который вы хотели бы, чтобы отображался. Если же вы хотите, чтобы для каждого был отдельный номер, в добавочном номере вы создаете исходящий Color ID, который будет отображаться. И потом главное указать его в правилах вашего транка, откуда этот транк должен брать номер. Получается, если поддерживаемый провайдер, и он позволяет это делать, все для вас это уже предусмотрено. Главное добавить номер в поле добавочного номера основное, в исходящий Color ID. Если же транк не тестировался, я могу показать, где находятся эти поля и что нужно будет учитывать в демонстрации. Также, как и в первом случае, ваш транк Color ID, если же не ввели настройку на уровень транка, это можно будет всегда указать в исходящем правиле исходящих Color ID. Color ID, который вы будете указывать в поле именно добавочного номера или на уровне вашего провайдера в настройках, должен иметь формат, который разрешает вам провайдер. Следовательно, я буду уточнить, некоторые провайдеры используют, скажем, с плюсом номер, некоторые с нулями, некоторые без, используется код страны, без плюсов, без формата Е164. Некоторые используют региональные форматы, некоторый городской номер, а некоторые просто сам номер. Конечно же, нужно будет это уточнить и ввести номер корректно. Имейте в виду, что когда номер вводится в поле Color ID, вы не должны указывать пробел. Получается, без пробелов, без скобок и тире вводится номер. Ну и еще раз повторим пару самых распространенных проблем, которые могут быть с вашими провайдерами. Это обрыв связи через 32 секунды или односторонний звук. 32 секунды обрыв связи, это значит, что неправильно был указан IP-адрес или же какой-то пакет не получил ваш АТС. В общем, отключайте CPLG, чтобы не было этих неприятностей. Далее, про одностороннем звуке. Убедите, что вы провели тест Firewall Checker, запустили на стороне АТС и все порты для аудио были проброшены у вас корректно. Так, ошибочный внешний IP-адрес. Да, еще один момент, это как IP-адрес, который будет указываться в сессии вашей АТС. Получается, если АТС внешний адрес меняет, у вас, скажем, он динамический, главное здесь, чтобы данный адрес указывался корректно в сессии, с которой договаривается АТС. В принципе, все касаемо теории. Хотелось бы сделать небольшую демонстрацию и посмотреть. Так, я вижу, были вопросы. Приложение для сайта или это не в сегодняшнем вебинаре? Так, приложение для сайта. Сергей, уточните, о каком приложении идет речь? Вы имеете в виду по чатам, получается, правильно? Да. По чатам, да, у нас это не будет сегодня, это у нас будет в последней неделе. Ну, именно саму настройку чатов, как настраивать на вашем сайте, мы демонстрировать не будем. Ну, по теории мы пройдемся и скажем, как ваши клиенты будут получать сообщения, сами клиенты. А на серверной стороне именно, как настраивать через WordPress или на вашем сайте, это уже мы показать не будем. Так, объединить несколько компаний на одном сервере у каждой компании. Один сип-транк, один, да, извиняюсь, если неправильно проношу ваше имя. Как я понимаю, у вас задача, вы писали вчера, да, если я не ошибаюсь, у вас задача, у вас несколько АТС, и вы хотите, как получается, использовать на каждый АТС один и тот же транк? Это не получится у вас. Один и тот же транк на всех АТС. Вам нужно будет выделить, какая АТС будет у вас основной, и далее на этой основной АТС зарегистрировать транк, да. После все другие АТС будут подключены к основной вашей АТС, они будут, получается, одна будет мастер, другие будут слейв подключаемые. И все другие АТС, которые подключатся к мастеру, вы уже создадите, в общем, правила, исходящие правила на уровне каждой АТС, которая будет подключаться к главной по звонкам, да, как они будут у вас идти. И уже на главной АТС создадите правила, чтобы звонки могли уходить через транк, если они приходят через мост. Все это можно настроить, да. Денис, можно отправлять факсы с помощью 3SEX. Факсы через АТС напрямую не отправляются, но вы можете, допустим, подключить факс устройства, которое будет использовать, подключить, зарегистрироваться на АТС, через исходящие правила АТС, получается, будет отправлять через провайдер, через который у вас там есть наружу. Получается, само устройство факс, которое будет отправлять, у вас должно быть отдельно. А получать факсы вы можете. Получается, вы создадите входящее правило и отправите его как на факс. Так, ну, в принципе, все. Я бы хотел добавить один транк в систему и показать, как это работает, как добавлять транк, да, так сказать. Мы должны будем добавить один транк в систему, да. Мы заходим, как я уже сказал, в SIP-транки. У нас получается меню SIP-транки, SIP-шлюзы, мосты, да. В нашем случае мы будем говорить про SIP-транки. Добавляем SIP-транк. В моем случае для демонстрации я буду использовать Call Centric. Call Centric это не какая-то реклама, просто удобно предоставлять Call Centric номера внутренние, да, и где можно будет делать небольшие тесты. Получается, я уже зарегистрировал номер, да, плюс Call Centric это поддержим, уже есть готовый шаблон. Выбираю этот провайдер, Call Centric, ввожу номер его, нажимаю ОК. Как мы видим, уже, так как этот транк поддерживаемый, все настройки в нем включены. Теперь вводится ID на унификации, Authentication ID. В моем случае это уже адрес. И вводится пароль. Давайте нажмем ОК и посмотрим, что произойдет. Вот мы видим, что мой провайдер уже успешно зарегистрировался, да. Также в ОТС вы увидите, когда был отправлен запрос регистрации и когда он подтвердился ОК, если он зарегистрировался. Если было неудачно запрос, да, он не зарегистрировался, так же будет у вас последнее время, когда это произошло. В принципе, да, вот сейчас у нас провайдер зарегистрировался, да. Давайте вкратце посмотрим, что здесь есть. В самом провайдере вы можете, кстати, указывать его название, как он у вас потом будет отображаться вот здесь. Давайте мы его просто назовем CC108. Так, мой номер. В поле DAD мы говорили, что вы можете добавить отдельные DAD, которые вам предоставляет транк. Так, со звездочкой это делается, если необходимо, нажимается ОК потом, чтобы сохранился номер. Пока что до отсюда, потом откроем, еще раз будем смотреть. Если же вам необходимо перезарегистрировать транк, это можно будет выделить его и обновить регистрацию. Получается будет идти новый запрос, перерегистрация. Видите, обновился запрос, мы это сделали. Так, теперь нам нужно будет создать входящее правило, да. Ну, в принципе, оно уже у меня было создано на самом транке, но можно будет его сделать здесь. Давайте мы создадим правило для моего транка, назовем его Webinar. И скажем, что в рабочие и в нерабочие часы пусть у нас переадресация идет, ну, на какой номер, вот пусть на номер 112, да, на наш веб-клиент. А, или давайте лучше мы сделаем на Windows-клиент, чтобы было удобнее, а веб-клиент пока что я с него выйду. Откроем мой Windows-клиент. Пробавающий номер 112 в рабочие и нерабочие часы. Нажимаем ОК. Ну, и теперь сделаем самый первый тест и позвоним на наш номер внешний. Как мы это сделаем? Я получил несколько номеров от CallCentric. И вот в старом 3CX-клиенте, в всяком случае я так это сделаю, да, в старом 3CX-клиенте у вас была возможность регистрировать даже номера, которые вам предоставляет транк. Я тут создал еще один номер, да, и зарегистрировал его, да. Теперь что я сделаю? Я позвоню на этот номер, который указан здесь. Давайте я его вы... Скопирую. И теперь беру его для вызова. Кстати, я обратил внимание в прошлом. Вызов успешно пришел на наш транс. У нас отобразилось имя, вебинар, да, и номер, который пришел в систему. Можно будет это проверить также в количестве одновременных звонков, да. Вот мы видим, что номер поступил на наш транк. Транк с номером 10 тысяч. Это уже системный номер. Скажем, если у вас много транков, вы можете всегда поверить. Вводите 10 тысяч. Вот он, наш транк. И отображается название входящего правила. Кстати, если вы не хотите, чтобы отображалось название входящего правила, вы можете это изменить, полностью убрать его или же поместить в конец. Вкратце, где это находится? Это находится в контактах, в параметрах. И вот, главное, чтобы, если идет соответствие Color ID, а, кстати, вот, добавлять группы очереди и название правил. Куда? Перед именем. Вы можете добавлять после имени. Давайте мы посмотрим. Приведем новый звонок в систему. Теперь у нас отображается после. И таким же способом вы можете его отключить, а не добавлять вообще. Ну, в принципе, то, что нужно знать по входящим. Теперь мы, конечно же, захотим позвонить наружу, да? И нам будут создать исходящее правило. Давайте мы перезвоним на этот номер, который только что нам звонил в вебинар. А давайте теперь проверим наши исходящие правила. Да, у меня уже до этого был транк добавлен. Что я сделал? Я просто указал префикс. Я бы мог, конечно же, добавить единичку, да? Но я хотел бы более детальный номер. Я указываю 177. Сейчас. 777, да? Кстати, сейчас, видите, у меня блокировка. Даже если я позвоню, вызов не пройдет. Давайте попробуем. Видите, ничего не происходит. Потому что идет блокировка звонка. Теперь я указываю его префикс. Выбираю, куда будет идти маршрут. Нажимаю ОК. Давайте мы посмотрим. Вызов успешно проходит. Мы видим, что мы могли позвонить на внешний номер через транк. Вызов идет с локального номера на внешний номер. Все, тоже работает. Создали исходящее правило. Звонки у нас проходят. Теперь давайте зайдем в настройки самого транка, да? И пройдемся по доступным функциям, которые там есть. Перед тем, как я открою транк, хотелось бы здесь остановиться и сказать один момент. Кто-то из вас заметил, что есть SIP транк и SIP шлюз, да? Как в SIP транке, так и в SIP шлюзе у вас есть дженерик поля, да? Здесь вы можете добавлять, скажем, у вас SIP шлюз. И по большому счету, даже исходя из параметра, да, у вас будут похожи. Точно так же добавляется коди. Регистрация, в общем, очень много похожих. Кто-то может спросить, какая разница, да, SIP транк и SIP шлюз. Самое основное отличие из них, если вы добавляете SIP транк, АТС в этом случае у вас будет являться клиентом. Получается, сервер АТС будет производить регистрацию. Он будет отправлять запрос. Если же вы добавляете SIP шлюз, тогда АТС в этом моменте будет являться сервером, и шлюз должен на нее регистрироваться. Получается, если вы хотите, чтобы на вашу АТС регистрировался какой-то другой провайдер, или шлюз, или вообще, не знаю, то, что не поддерживается, может, системой, да, из шаблонов, да, вот вы можете таким способом это делать. SIP шлюз будет сервером, АТС будет сервером, SIP транк, АТС будет клиентом. В Generic настройках, если провайдер не поддерживается, у вас есть также разные темплейты. По большому счету они делают одно и то же, просто здесь есть момент, когда темплейт будет использоваться только TCP. Получается, когда вы выберете этот шаблон и введете ваш, скажем, FQDN, с которым вы будете регистрироваться, все соединения с этим FQDN будут идти через TCP, да, с регистрацией, а не через UDP. Теперь, если вам необходимо изменить какой-то параметр, скажем, исходящий, да, мы говорили, что каждый пользователь может отправлять наружу свой собственный номер. Как это делать? Вы открываете настройку добавочного номера, и вы должны, конечно же, указать его Color ID, да, скажем, вы указали Color ID, нажали ОК, теперь в настройках, в исходящих параметрах вашего транка вы должны будете указать, конечно же, нужно будет уточнить у провайдера, в каком поле провайдер будет ожидать этот номер. Скажем, если это поле From User Part, самое распространенное, кстати, Call Centric и поля вообще, вы должны будете указать, что From User Part, использовать поле Outbound Color ID, taken from the extension settings in Management Console. Получается, АТС будет смотреть в поле добавочного номера консоли управления. Если вы укажете этот момент, АТС уже отправит в этом поле номер, который вы указали вот именно здесь. Если вы хотите, чтобы АТС смотрела, скажем, вот сюда, в основной номер, в исходящий Color ID, который, скажем, будет один на ваш ранг, как это сделать? В настройках, в параметрах, скажем, вы можете указать, то в том же, допустим, в User Part, пожалуйста, отправляйте Outbound Line ID, taken from the Management Console. Это будет у нас Line ID. Если вы нажмете ОК, АТС будет именно смотреть в это поле. В принципе, я оставлю настройки по умолчанию, как у меня они были, изменять их не буду. Ну, точно так же, в принципе, по заголовкам входящим, разбирайтесь, вот то, что вам отправляет АТС, как вы хотите, чтобы оно отображалось. До настройки ниже, искать D1 номер, это для совпадения правил, если у вас, скажем, несколько провайдеров с одного и того же IP-адреса, несколько аккаунтов, так сказать, и они не поддерживаются от RISX, чтобы вы могли распознавать, на какой ранг нужно будет отправлять вызов, вы должны, в общем, указать, как-то это указать, чтобы они отличались, чтобы АТС их распознавало. Вы должны на обеих рангах иметь идентичные настройки, чтобы как будет каждый ранг искать D1 номер, в этих полях, и как будет идти идентификация источника вызова. Конечно же, все здесь нужно будет настраивать. В принципе, все касаемо настройков транков и где находятся какие настройки. Кстати, заголовки, которые находятся в системе, вот SIP-заголовки и переменные, только вот эти, которые есть. Если у вас здесь задача давать какой-то другой заголовок, которого здесь нету, к сожалению, 3SEX этого не предоставляет. Самые стандартные распространенные заголовки SIP, только они доступны в нашей системе. Это никак не кастомизируется. Коллега мой, который будет вам помогать с демонстрацией, тоже присоединился. Следующая презентация по настольным телефонам настройки. Здесь мы рассмотрим, как вы сможете настроить телефоны в одной и той же локальной сети вместе с ATS. Как вы их зарегистрируете. Получается, 3SEX поддерживает бренды, которые указаны на слайде. Телефонвилл, Грандстрим, Эджтег, Поликом, Сном и Елинк. Данные бренды будут гарантировать вам совместимость с 3SEX-системой, если вы будете использовать поддерживаемые прошивки, которые тестировали с нашей системой на совместимость с этими устройствами. API-телефон, перед тем, как начать настройку, должен быть в одной и той же подсети с 3SEX-системой, чтобы он мог отправить корректно мультикаст на АТС. АТС в этот момент его слушает, и далее он отобразится у вас в консоли управления, так как в 3SEX-системе уже будут доступны шаблоны для ваших телефонов. Все поддерживаемые телефоны указываются по ссылкам, и поддерживаемые прошивки также указываются по ссылочкам, которые доступны здесь. PhoneSphereWare и ссылки для телефонов, самих телефонов, которые мы поддерживаем, также находятся здесь. Автонастройка, мы уже про нее не раз говорили, повторяемся, почему об этом говорим, потому что очень важно с нашей стороны настраивать телефоны автоматически. Это именно то, что мы поддерживаем. Автонастройка для каждого телефона процедурой будет отдельная, а на заднем плане для каждого телефона будет сгенерировано отдельный, разный конфигурационный файл в разном формате, у них будут разные синтексы, но идея, в принципе, для вас будет одна и та же. Вы создаете добавочный номер, выбираете телефон через консоль управления и автонастраиваете его. ATEX в этот момент в реальном времени сгенерирует файл и дальше отправит его в ваш телефон. Автонастройка – это процесс автоматической генерации конфигурационного файла для ваших IP-телефонов. В общем, именно с автонастройкой вы должны настраивать ваши настольные телефоны. Это то, что мы поддерживаем. Если вы настроите телефон вручную, и даже телефон будет иметь поддерживаемую прошивку, поддерживаемое устройство, вы его настроили вручную, в данный момент 3CX не поддерживается. Телефон должен быть настроен автоматически. Как это настраивается? Через Plug and Play. Как мы уже сказали, это очень быстро. В консоли управления у вас появится, в общем, новое устройство. Если же телефон был сброшен на заводские настройки, имел корректную прошивку, телефон отправит мультиказ-запрос, АТС получает этот мультиказ-запрос и отображает его в консоли. Далее вы, как администратор, выберете этот телефон в консоли управления и присвоите его к уже существующему номеру или создадите новый добавочный номер. На деле это будет выглядеть вот так. Вы зайдете в консоль управления, в телефоны, выберете ваш телефон, новый он будет отображаться у вас жирным шрифтом. Также будет указано, что он новый. Увидите его локальный IP-адрес, его MAC-адрес и присвоите его к добавочному номеру. Кстати, у вас будет два выбора. Существующий existing или новый добавочный номер, который вы создадите. АТС вас переведет в настройку, индивидуальную настройку самого телефона. Вы увидите, что АТС выберет, распознает дель телефона, выберет корректную для него прошивку, корректную для него шаблон, на основе которого будет сгенерирован файн-конфигурация. Здесь выбирается отдельно, если необходимо. Выбирайте отдельную временную зону, разный язык, изменяйте его, который именно поддерживается телефоном прямо же через консоль АТС. Если же необходимо произвести сетевые настройки, LLDP, может VLAN, или же может вы будете использовать два порта телефона, PC-порт, здесь также это указывается. Также, если телефон вы будете использовать для пейджинговой группы, кстати, мы об этом еще поговорим завтра, в общем, выбирается это все на уровне добавочного, но в настройке, когда вы его настраиваете. Также вы можете выбирать дрингтоны телефона, подсветка дисплея, скринсейвер и настраивать BLF-клавиши. Допустим, BLF-клавиши, как они у вас будут работать. Если вы захотите делать перевод, будет это слепой перевод через BLF-клавиши или же сопровождаемый, чтобы вручную не вводили цифры и вы у вас, скажем, телефон уже используя BLF, пожалуйста, можете через эту BLF делать перевод. Как это он будет делаться, этот перевод, вы можете определить в настройках, будет слепой перевод или сопровождаемый. Как только вы указали все эти настройки, нажимаете ОК, после этого телефон будет успешно автонастроен. Вкратце по BLF. BLF – это Busy Lamp Fields, которые, получается, будут давать вам возможность мониторить пользователей, используя C-протокол. Вы можете мониторить активных пользователей, которые, скажем, разговаривают, будет меняться их цвет, если он занятый, также будет другой цвет. И, конечно же, через эти же BLF-клавиши вы можете произведить быстрый набор, делать перевод звонка, перехватывать вызовы и кастомизировать в общем сами клавиши BLF. Не стоит путать BLF-клавишами, BLF-клавиши со статусами присутствия ATS, как бы статусы присутствия ATS будут давать вам больше возможностей. И статусы присутствия ATS это еще будет зависеть от профайла пользователей. И профайлы пользователей не будут влиять на BLF. В принципе, мы об этом сказали. ATS вы можете, в BLF-клавишах вы можете настраивать изменения статуса пользователя присутствия, быстрый донабор, парковку звонков, если необходимо парковать звонки. Ну или же вы можете запрограммировать клавишу для быстрого донабора. Допустим, вы можете указать при нажатии клавиши производить звонок на внешний номер. В системе на сервере также будет доступна прошивка вашего телефона. Прошивка, которая будет выходить новая, она будет отображаться у вас в консоли управления. И через консоль вы будете знать, что ваш телефон использует последнюю прошивку, которая тестировалась и должна использоваться на сервере. Как только выйдет новая прошивка, она у вас автоматически отобразится в консоли управления. Вы ее можете скачать вручную в любой момент. Если же не скачается она вручную, автоматически она будет загружена на сервер через некоторое время. Телефон автоматически ее обновит через 2-4 часа после регистрации получается. В момент, когда перейдет ререгистрация телефона, ваша прошивка будет автоматически обновлена. Вы, конечно же, можете это сделать вручную, перегрузив ваш телефон или же в консоли управления выбрать ваш телефон и указать, что вы можете обновить прошивку. Как вы узнаете, если вышла новая прошивка, телефон будет отображаться красным цветом. Здесь пугаться не нужно. Красный цвет будет показывать вам, что прошивка, которая на текущий момент используется телефоном, дальше уже не поддерживается. Выбирайте добавочный номер, открывайте его и нажмите на прошивку, которая будет у вас доступна. Далее в консоли вы можете ее обновить. Как мы уже говорили, что через веб-клиент вы можете контролировать ваш настольный телефон, контролировать звонками, переводить звонки через веб-клиент, включать запись и выключать запись разговора, использовать клик-ту-кол. Если, допустим, зайдете на одну страницу, на которой будет номер указан, веб-клиент распознает на странице, что это номер и сделает его как ссылкой, и при нажатии на эту ссылку, на этот номер, данный номер будет отправлен ваш веб-клиент. Следовательно, при нажатии звонка на этот номер, номер уже будет отправлен на ваш настольный телефон автоматически и вызов на телефоне будет производиться. Конечно же, как вы понимаете, это сокращает время при работе с настольными телефонами и ввода номеров. Точно так же клик-ту-кол будет работать с вашей серией системы, если у вас есть серия системы с номерами, может электронная почта, кто-то вам отправил телефонный номер, вы хотите просто перейти по ссылке и нажать на этот номер. Ну и, конечно же, поиск в телефонной книге. Мы это уже демонстрировали, что через телефонную книгу вы можете производить поиск. Настольный телефон с веб-клиентом будет работать через UAC-ESTA протокол. Здесь, конечно же, нужно убедиться, что телефон у вас использует ту прошивку, которая указывается на нашем сайте, следовательно, она тестировалась на совместимость, и телефон у вас настроен корректно, точнее автоматически, да, а не вручную. Через веб-клиент, мы это уже демонстрировали, еще раз, вот вам ссылочка, смотрите, как это выглядит, вы выберете ваш телефон, чтобы веб-клиент контролировал ваш настольный телефон. Откройте веб-клиент на том же добавочном номере и выберите ваше устройство. После этого через сам веб-клиент вводится номер и звонок отправляется на сам телефон. Получается, ответив вызов с вашего веб-клиента и в то же время, когда он подключен к настольному телефону, вызов будет отправлен, так сказать, на телефоны, он будет также отвечаться. Как установить плагин в браузере? Мы это показывали, в принципе, установить клик-ту-кол вашу ссылочку. В принципе, да, мы об этом говорили, коллеги. Давайте мы попросим Николаса, чтобы сделал нам демонстрацию. Доступны телефоны в консоли управления настольные. Теперь он будет выбирать и присваивать настольный телефон к добавочному номеру. Выбирается уже существующий номер добавочный, в нашем случае 100. Как только он его открыл, мы видим, что АТС распознала шаблон, автоматически ввела его MAC-адрес. Здесь выбирается уже часовая зона, если необходимо, другая, не та, которая в АТС. Допустим, он хочет выбрать часовую зону плюс 2 Калининград. Указывается также, как будет отображаться дата в телефоне и после этого вам нужно нажать ОК. Как только нажимается ОК, телефон будет генерировать файл в реальном времени с АТС. АТС отправит запрос на телефон через HTTPS 5001 с конфигурационным файлом. Как только это происходит, телефон начинает настраиваться. Николас уже открыл добавочный номер 100 с тем же настольным телефоном. Он нам покажет, как вы можете выбрать телефон и контролировать его через веб-клиент. Занимает некоторое время. Давайте мы подождем. Ненужной телефон он просто убрал, чтобы они не отображались на АТС. Спасибо, Николас, мы все ждем. телефон заканчивает перезагрузку. Мы видим, что телефон успешно перегрузился. Обратите внимание, красный цвет показывает, что телефон у нас имеет прошивку необновленную. Через консоль управления вы можете напрямую перейти в интерфейс телефона, как это сделал Николас. Он нам даже покажет, что телефон уже зарегистрировался с добавочным номером 100. оператор extension, как он указал в консоли. Видим, что телефон успешно зарегистрировался. Обновление прошивки, выбирается телефон, и можно теперь выбрать фирмвэр прошивку и обновить ее. Обновление прошивки может занять некоторое время. Получается, прошивки будут находиться на вашем сервере и будут отправлены на телефон. Веб-клиент вы можете выбрать настольный телефон, так это выглядит. И теперь все, что будет делать Николас в Windows веб-клиенте будет отправлено на ваш настольный телефон. Скорее всего, сейчас телефон у нас перезагружается. Николас, is the phone doing upgrade now to the new firmware? Да. Немного медленный телефон, Николас пишет, что телефон начал производить установку новой прошивки, что может занять некоторое время. Обратите внимание, что на веб-клиенте сейчас он не стал доступен, сам телефон, потому что он перегружается. Николас, should we wait for the phone to reboot, or you finish with a demo? Thanks a lot. Мы подождем, пока телефон перегрузится, да, и, возможно, Николас нам покажет, как можно будет произвести звонок через веб-браузер и отправить этот звонок на настольный телефон. Кстати, если вы хотите, чтобы телефон у вас скачивал альтернативные прошивки, вы должны зайти в сеттинге phones и app и выбрать альтернативные прошивки. Неиспользуемый фирмware, который загружен на сервер, можно почистить и выбрав ненужные прошивки, files to clean up выбирайте, которые, и файлы, которые стоит оставить, которые стоит оставить, переносим и далее удаляем ненужные файлы. В принципе, он удалил все, они ему не нужны, так как уже телефон обназался. Все, телефон уже зарегистрировался. Please show us how it works. Николас сделает донабор с настольного телефона, с веб-клиента и как идет make call, да, неудачный примерно, да, так как у него этот демо идет через виртуальную машину, будет идти make call, да, это в разных стяхани, that's okay. Никос, thanks a lot for your demo, thanks for your time. Коллеги, Николас закончил с презентацией. Okay, we will keep that in mind, so certain things we will not be able to demonstrate to the guys, as I explained to them, I do not have any phone since I work at home. but it's okay, let's see what we're gonna do. Thanks a lot. Anyway, Нико, have a nice we'll see you soon, yeah, take care, bye-bye. Коллеги, пожалуйста, задаем вопросы, которые остались. Нико закончил с презентацией. Если что-то нужно еще показать, кроме демонстрации настольных телефонов, я бы попытался вам помочь. Да, что если не обновить прошивку, если не обновить прошивку вручную, телефон сделает это сам через некоторое время, через 2-4 часа он ее обновит сам. Когда телефон перерегистрируется, она обновится автоматически. А вообще, да, ну а почему не обновлять прошивку? Вышла новая версия, которая протестировалась. На самом деле, прошивки и шаблоны предоставляются вендорами, которые поддерживают 3CX. Это не 3CX разрабатывают прошивку для телефонов настольных и шаблоны также не разрабатываются 3CX. Шаблоны разрабатываются вендорами, которых мы поддержим. Они все тестируют, гарантируют совместимость. Если, получается, со временем имеются какие-то проблемы, мы собираем фидбак, отправляем вендорам, да, и предоставляется техподдержка именно со стороны вендора, все, что касается настольных телефонов. Cisco телефоны, они без прошивки. Ну, если они без прошивки, большинство Cisco устройств, именно те телефоны, которые поддерживаются, да, 3CX, если они из тех телефонов, которые поддерживаются, да, тогда прошивка должна быть, которая указана на сайте. Если она не та, не та, может у вас просто самые основные моменты работать не будут, да, это то, что тестировали 8, 8, 4, 5, давайте посмотрим. Если этот телефон вообще-то доступен. За 100% будет Legacy Fonts, да, даже я этого устройства не вижу в листе. Вот все устройства, которые поддерживаются, Cisco SPS Series, к сожалению, да, этих телефонов у нас нет. Те телефоны, которые поддерживаются, вот по данным ссылкам вы можете перейти и посмотреть прошивки, которые тестировались именно на этот момент, когда система работала, да, с этими устройствами. И, в общем, эти же прошивки вам нужно будет вставлять. Обычно они устанавливаются вручную, особенно на Cisco телефонов, не через консоль управления. Legacy Fonts, the end of lives, да, они уже не будут доступны в консоли. Ну, смотрите, один, да, как вы уже сказали, если телефон не в листе поддерживаемых, да, это не значит, что телефон работать не будет. Это значит, что если будут какие-то проблемы с телефоном, мы просто не сможем вам помочь комментировать, какие неприятности, вот, да, если что-то идет не так. Ну, самые основные вещи, там, звонков и так далее, если телефон соответствует стандартам SIP и RFC, ну, как бы, самые основные вещи он должен выполнять. А уже совместимость с веб-климентами и так далее, да, это будет невозможно. А зарегистрировать его на АТС и производить звонки, я думаю, телефон работать будет. Денис, вам также спасибо. Коллеги, в принципе, на сегодня все. Всех жду завтра. У нас завтра три презентации. Голосовая почта, голосовое меню и группы вызовов. Завтрашний наш вебинар будет последним в основной теме, основной сертификации. После этого вы можете проводить тест бесплатно, да, и, если что, будем помогать вам отвечать на вопросы по тестам. Жду вас всех завтра. Хорошего вечера, кому дня, да. До свидания. Спасибо большое.